Утром встаю, ага, дождик. Смотрю, был дождик. Я на потолок, мне слава богу, пронесло. Ничего, думаю, может перебьется. Потом какое-то время хожу, хожу, опять на потолок, ба, а у меня вот, значит, ничего меня не пронесло. Я на телефон, я даваю ЖКО. Валентина Степановна живет в 189-м доме по 20-летие Победы почти 22 года. И за это время у нее появилась личная примета, которая действует безотказно. За окном дождь, жди копель с потолка. Вот представьте себе, говорю, вы живете под дождем. Ну, и не на пятом этаже они живут. Надо все взрывать, искать протечку, искать где-то дырку, откуда там течет. Пять лет назад крышу дома уже капитально ремонтировали. Потратили на новую кровлю 60 тысяч и раскидали между жильцами. В этом году аккуратно от квартиры Валентины Степановны водонепроницаемость вновь нарушилась. Пенсионерка после жалоб в управляющую организацию предложила нам вместе прислушаться к звукам на чердаке. С неделю тому назад подъезжала машина, они туда этим поднимали наверх рубероид, поднимали мешки, поднимали рубероид, там бочки, какие-то ведра, поднимали туда наверх. С неделю назад. А позавчера я уже вот где-то в 4-5 часу слышу, что по крыше кто-то стучит. По крыше лазят. На крыше лазят и, значит, делают. Мы связались с заместителем директора ЖУ «Красное», чтобы уточнить, что конкретно происходит с крышей в эти дни. В данный момент туда заехали подрядчики, работают. Сериалы подняли. Скажите, пожалуйста, какие работы там производятся и как долго они будут производиться? Ремонт кровли, там мягкая кровля, скрывают ковер, делают стяжку и будут снова делать направляемый материал красной 40-й квартирой. И как долго будут производиться эти работы? Когда они завершатся? Ну, так сказать пока не могу, но, наверное, на следующей неделе, что все закончится. Валентина Степановна взяла ситуацию на контроль и пообещала сообщить нам, будет ли отремонтирована крыша в срок.